Привет, зрители! Сегодня новое видео на канале Gadgetmania, и я вам предложу в конце видео очень интересную штуку, поэтому давайте уже начинать. Поехали! Дорогие друзья, вы знаете, что в конце 2017 года эра так называемых полноэкранных 18-9-ти, либо 2-к-1 дисплеев набирает обороты, и компания Huawei, конечно же, не отстает в этом плане. Этот бренд уже на данный момент представил достаточное количество устройств в виде Nova 2i, 7X, и на международном рынке это Mate 10, Mate 10 Lite и Mate 10 Pro, которые имеют такое соотношение сторон экрана. Сегодня я с вами распакую Huawei Mate 10 Lite. Некоторые могут называть его Nova 2i на российском рынке, но это немножко не так. Ну а перед тем, как открыть данную коробочку, я хотел бы сказать большое спасибо магазину insclub.ru за предоставленный гаджет на обзор и на распаковку. У них это и другие модели Huawei в наличии с отправкой по всей России. Магазин надежный, проверенный, поэтому смело заказывайте отправку курьерской службы SDEC туда, куда вы хотите, либо Почта России по выбору. В общем, поставляется все вот в такой коробке. Это уже привычная нам коробка. Здесь также поставлялись примерно в таких же коробках у нас Honor 7 и другие модели телефонов. Открывается в виде пенала. Цвет у нас золотистый. Сразу что мы можем наблюдать? Мы можем наблюдать скрепочку, которая любезно прикреплена сразу, как только вы открываете первую крышку этой коробки. Далее в пенальчике у нас лежит сам смартфон. Давайте я вам покажу. Такой приятный золотистый оттенок. Сам смартфон пока идет в стороночку. И посмотрим, что у нас еще в комплекте производитель положил. В первом пенале, причем он такой увесистый. Я хотел бы заметить, что, во-первых, смартфон не поставляется официально на российский рынок. И тут вы скажете, такой, скажем, прошаренный пользователь, прошаренный ютюбер, зритель скажет, Паша, что ты нам объясняешь, что ты нам втираешь? Есть международная модель Nova 2i. И она полностью подчеркивает, точнее полностью повторяет. Так, достал. Здесь у нас есть гарантийные обязательства. Но при этом магазин, по ссылке в описании, дает вам официальную гарантию год. Даже на те устройства, которые представлены для международного рынка. Вы скажете, Паш, Nova 2i стоит либо дешевле, либо столько же. Соответственно, дает нам, в принципе, все то же самое. А на самом деле не так. Помимо того, что у них практически одинаковый размер дисплея, есть отличия в технических характеристиках. Они сейчас перед вами на экране. Далее, что у нас в коробке номер 2. Коробочка, каюбочка открывается здесь. И, в принципе, достаточно стандартный комплект. Вилка сразу с русской розеткой. При этом это 2 А. Быстрой зарядки здесь вроде как нет. Далее, проводочек, который у нас microUSB. Тут компанию Huawei надо поругать, потому что, в принципе, уже продавать устройство с microUSB в конце 2017 года – это такой себе шаг. То есть, в принципе, уже встречается у производителей USB Type-C. И гарнитурка, они же наушники, для первого времени сойдет. Но, скорее всего, аудиофилам этот комплектный набор наушников не подойдет. Больше в коробочке у нас ничего нет. В принципе, и на этом спасибо. Почему? Потому что, если честно, я еще ожидал чехольчика. Но чехольчика нет. А знаете почему? Потому что это Lite-версия. Стоит она, соответственно, дешевле обычной. Но при этом дает нам, в принципе, ощущение того, что у вас действительно современный, новый, современный смартфон. Давайте уже взглянем на само устройство. Пока оно в заводских пленочках, выглядит следующим образом. Первое мое устройство в жизни, которое имеет вытянутый экран 18 к 9, 2 к 1, как хотите, так и считайте. Пока оно включается, я его осмотрю. И первое ощущение от, скажем так, вообще от встречи с этим устройством. Во-первых, сразу бросается в глаза USB-micro-USB. В том плане, что действительно это какой уже атовизм в 2017 году. Но при этом у нас сохранился 3,5-миллиметровый разъем для подключения наушников. В этом плане старшие модели этого модельного ряда отличаются тем, что уже там нет этого разъема. Есть, конечно же, динамик. Он один. Дополнительные микрофоны. Соответственно, две камеры спереди, две камеры сзади. Все возможные датчики. Лоток для сим-карт комбинированный. Можете вставить либо сим-карту, либо карту памяти. Также есть кнопочка включения-выключения. Регулировка громкости. Сзади у нас сканер отпечатка пальцев. Два основных модуля камеры расположены вертикально. И у нас светодиодная вспышка. Она геометрически правильно расположена по отношению к антеннам. Пластиковым встроенный в алюминиевый корпус. Присутствие русского языка у нас есть. Давайте я сейчас быстренько настрою телефон для использования. И мы продолжим. Обнаружил я наклеенную пленочку прямо на экран устройства. С одной стороны меня это радует. Ну, а с другой немножко огорчает. Радует, соответственно, потому что не надо будет покупать какую-то защиту от царапин. А огорчает это только потому, что... Из прошлого это нам напоминает о том, что на P10 с установленной пленкой не шло олеофобное покрытие на экран. Если, допустим, вы захотите снять пленочку и там наклеить, допустим, стеклышко или пользоваться устройством просто-напросто, скажем так, голым, вы можете обнаружить отсутствие олеофобного покрытия. Я надеюсь, что они побороли эту проблему. И сейчас ее попросту нет. Непривычно видеть экран 18 к 9, но присутствие рамок, они здесь есть. Боковые рамки совсем минимальные. Ну, как сказать, минимальные. По соотношению к корпусу они занимают примерно... Точнее, они по расстоянию примерно 0,2-0,3 мм. То есть 0,3 см, точнее 2-3 мм. По соотношению верхней и нижней рамки, они, конечно же, непривычно маленькие. Вот вы знаете, товарищи, я поигрался с настройками. То есть я настроил смартфон для использования. И, в принципе, вот эти ощущения... Во-первых, дисплей вытянут. Он вытянут вверх, и это заметно. Тупо помещается больше информации. Соответственно, больше иконок приложений. Ну и видео. Дисплей у нас 5,9 дюйма. Соотношение сторон 2160 на 1080 пикселей. Вытянутый. И давайте посмотрим, как будет смотреться тот же YouTube на таком действительно неплохом и качественном дисплее. Ну, смотрите, друзья. Без принудительной какой-то надстройки над экраном у нас присутствие вот этих рамок. Ну да. Смотрите, по полноэкранному режимчику у нас в некоторых приложениях это возможно сделать. Но пока я могу сказать, что YouTube здесь вроде как либо не довезли, либо еще, соответственно, он не обновился. То есть есть принудительная настройка приложений в полноэкранный режим, даже если они до сих пор не оптимизированы для такого соотношения сторон. По операционной системе. Это Android 7 версии Emotion UI 5.1. Я думаю, что обновление Android будет до 8 в начале 2018 года. Может быть раньше, то есть уже практически сейчас. Ну, собственно, по дисплею. Непривычное ощущение. Действительно, это очень непривычное ощущение. Потому что для меня это первый такой экспириенс. Я вижу рамки, но и сразу же после нескольких минут использования эти рамки как будто бы раздвигаются. То есть у вас такое большое продолжение в вашей ладони. И тут меня почему-то мучают сомнения. Почему не Nova 2i? То есть либо это разделение рынка, либо это, соответственно, может быть нас как-то ограничили и не предоставили нам, соответственно, русскоговорящим пользователям модель Mate 10 Lite. Мы не говорим о прошке. Я постараюсь добыть Pro-модель и уже, конечно же, там посмотреть. Потому что там особо крутые камеры. Я только распаковал смартфон. Вы можете посмотреть ролик на канале. Но там совершенно другой процессор. Потому что здесь процессор у нас 8-ядерный. 4 по 4. 2,36 и 1,7 ГГц на каждое ядро. То есть 2 кластера по 4 ядра. По экранчику я вам сказал. По камерам. Значит, основные камеры здесь 2, как и фронтальные. Это в основе 16 плюс 2, фронталочка 13 плюс 2. Для чего это надо? Ну, для того, чтобы у вас были красивые бокешки, для того, чтобы у вас красивые селфи происходили. Уже зашел в камеру, сделал пару тестовых снимков. Вы сейчас можете видеть их на экране. В принципе, по первым ощущениям, камера, ну, она как минимум стоит этих денег. Есть функция живых фото. Это уже в Android 7. С обновления с лета здесь доступна. То есть, в принципе, все как у Apple. Все как на iPhone. То есть, действительно, делается с несколько снимков до того, как вы нажали на кнопку. И, соответственно, несколько снимков после того, как вы нажали кнопку спуска. И у вас есть, скажем так, такая гифка в виде анимации нескольких фотографий. По всем датчикам в виде Wi-Fi, Bluetooth, LTE, конечно же, здесь все присутствует. GPS есть. Можно использовать в качестве навигатора. Кому бы я мог рекомендовать данный смартфон? Если вы хотите приобщиться к линейке фанатов компании Huawei, если вы действительно ждали устройства, которое будет воплощать себе вот такой вот очень стильный дизайн, есть разные расцветки, не только золото, и при этом тенденцию вытянутого 18-9 дисплея, то, безусловно, эта модель для вас. Потому что линейку Mate очень все хвалят. И младшую модель, и среднюю, и старшую. Я думаю, что и собрано будет немножко покачественнее, и производительность будет немножко подтянутей, допустим, чем на среднебюджетных смартфонах линейки Nova. И это, конечно же, Huawei Mate 10 Lite, Mate 10 Pro, и, допустим, Honor Nova 2i. Это совершенно немножко разные устройства. Я думаю, что, в принципе, в дальнейшем он тоже. Он тонкий, 7,5 мм толщину. Что вам еще сказать по распаковочке? Да, аккумулятор 3340 мАч. Ну, емкость такая пограничная. То есть, в принципе, с такой диагональю дисплея, с такими размерами, я думаю, что стандартный рабочий световой день с утра, с 9 утра до 8 вечера, он у вас протянет при умеренных нагрузках. Конечно же, если вы будете играть в игры, я обязательно на нем потестирую игрушки для того, чтобы вам ответить на вопрос, покупать ли этот смартфон в качестве игрового. Но он очень красив, и это линейка Mate. Она всегда всем нравилась, и это, скажем так, очень интересное устройство в этом качестве. Обязательно подписывайтесь на канал, и сейчас я вам скажу очень важную информацию. Если вы в комментариях под этим видео, а лучше всего проголосуете в сообществе, которое сейчас появилось на YouTube, я для вас устрою перед Новым Годом, скажем так, такую предновогоднюю лотерею. Как это все делается, организовывается? Сначала мы голосуем, будем ли мы это производить? Если голосов наберется больше 100, то, соответственно, мы ее проведем. Лотерея будет заключаться в следующем. Заинтересованных людей, именно заинтересованных людей, которые хотят приобрести лотерейный билетик и выиграть в последующем этот смартфон, именно этот с обзора, вы просто купите себе лотерейный билетик. Количество участников будет приблизительно 100 человек. Лотерейный билетик будет стоить приблизительно 300 рублей. Если вы приобретаете, если вы сначала выразите свое согласие на приобретение и организацию данного лотерея среди подписчиков и зрителей моего канала, мы просто организуем этот розыгрыш. То есть набирается 100 человек, желающих скинуться по 300 рублей, и только среди этих 100 человек будет разыгрываться данный смартфон. Шансов очень много, потому что всего 100 участников, то есть один к 100. 300 рублей уложился, окупился, соответственно, этот мне смартфон, потому что я не могу на своем канале позволить розыгрыши смартфонов, ну, любых смартфонов, потому что нет спонсоров, я сам из своего кармана организовать розыгрыш, в котором будет принимать участие там 50, 100, 150 человек, ну, к сожалению, на данный момент времени не могу. Но организовать такую лотерею я, в принципе, не против. Если вам не все равно, идите в обсуждение, которое есть на канале, которое я сейчас активно введу, там я устрою голосование. Стоит это делать или нет? Если наберется больше 100 человек, мы проведем данную лотерею. Если в процессе покупки билетов, соответственно, не наберется 100 человек, то деньги, я думаю, что будут возвращены всем пользователям. И если наберется 100 участников данной лотереи, соответственно, рандомом перед Новым Годом, в 28, может быть, 29 или 30 числа, я организую прямой эфир, где мы проведем результаты этого розыгрыша. Для вас это будет некий адреналин, реальная возможность выиграть крутой смартфон. Почему 300 рублей, спросите вы? Просто 30 тысяч разделите на 100, и вы получите сумму в 300 рублей. То есть ровно столько будет стоить один лотерейный билетик. Один человек может купить, допустим, 5 лотерейных билетиков, и у него шанс увеличится ровно на 5 раз. Как-то так. Подписывайтесь на телеграм-канал, принимайте активное участие в жизни канала в обсуждениях на канале. Ссылочка будет в описании. Конечно же, вступайте в группу ВКонтакте, делитесь этим роликом в соцсетях, это важно. Обязательно ставьте колокольчик, это вообще мега важно. Пишите в комментариях, что вы супергерой. Я прочту каждый ваш комментарий и отвечу на него. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok